доброе утро если вы смотрели предыдущую рубрику гастрономический разъём все утро следующего дня мы готовы ехать советско известно советский так тихо короче да мы сделали закрафтили пиццу по новой нахуй и ту и вот эту которая тут тоже сейчас у нас готовится мы добавили там что-то получше сделали что-то похуже сделали короче вот это вот сейчас будет заебись мы завтракаем и что едем в Советский Союз и уже улица и мы уже едем мы немного не подрассчитали до этого советская ехать целых три часа на автобусе время час и мы там будем только к четырём часам но там на самом деле есть какие-то вороны как ворот мост Екатерины какой-то короче крутой вот куда замок но еще мы хотим найти там еще стрёминг но мы походу приедем поздно и все будет закрыто ну да мы не знали тоже до него так долго ехать надо было ехать в 9 утра хуя там дед модный какой ты че улыбаешься едешь пишешь марина крови ну ты почти попадаешь оп оп это моя тактика у нас есть новости нам сказали что до советска советск до советска до советска есть автобус который называется экспресс экспресс-басс это вам всем блядь суши прям идеально нахуй экспресс-басс называется есть всего 2 часа то есть 2 часа и we've been so excited то есть мы были так удивлены получается вообще но фишка в том то что этот автобус есть только на 2 часа и мы так и так приедем 2 в 4 4 o'clock o'clock at morning или это уже пост мильный а это уже пост мильный после полудня понял дура ебаная я тебя выебу короче для тех кто не понял а я уверен что ты не понял мы сюда шли такие и думали вот будет хуёво мы сейчас придем в час дня сядем на автобус ехать три часа мы приедем в четыре часа будет отстойно мы там не погуляем потом обратно ехать но нет мы такие приходим и экспресс автобус всего два часа мы такие вау мы будем там на час раньше а хуй экспресс нету на час дня есть только на два часа дня поэтому четыре часа дня и мы все равно 4 5 6 8 12 15 и ты все равно ничего не понял там полный кого полный а полностью короче в чем суть в чем фишка фишка в том что мы сейчас приезжаем в советск и гуляем там всего for house то есть четыре часа понимаешь всего четыре часа мы там гуляем потому что обратный автобус он в как это это как будет 8 вечера короче 8 вечера посреди автика советской а прежде мы этого в 4 а это усы я ставьте лайк чтобы он их сбрил новые камеры установили наблюдения чего-то там куда собралась о все наблюдение происходит мы стоим на платформе 9 3 4 отправляются в хогвартс экспресс советская это экспресс он есть два часа два часа пути сто километров с лишним понимаете 117 километров сука нет кондиционера нет нигде есть люк и вон там одно окошко со шторой все походу мы с я нам сейчас опять будем умирать три сотки перед 300 рублей 300 рублей за эту хуйню за что только стоят которые не вкачают впервые увидели все еще у меня вопрос поедем под экспресс у нас уже три человека закрыли три окна в автобусе потому что им дует на улице 30 градусов а им дует я не понимаете это люди больные люди в моем понимании душно в жарком автобусе закрывать окна это просто пиздец нам везет у нас вдруг открыть вроде бы как мы можем сидеть нормально но вон там люди которые без люка я просто им не завидую это скорее всего видолаги экспресс нахуй 300 рублей один билет я просто решил дороге поснимать в очередной раз чего нет на трещинке ну плавный сами видите едем в литву недолго музыка играла нам закрыли и этот вход потому что мамаши с ребенком сзади жарко но я не могу сейчас начинаем поднять будем сраться будем воевать покажем видео экспресс 300 рублей приключения продолжаются опа мерикат мерикат до 10 диссис замерика тыс изку русский джонпил Кукурузное поле Это Диггхед Ян О, это Гринфилд О, Гринфилд, как чай Как чай, Гринфилд, зеленое поле Просто красивое зеленое поле Да, конечно, я из Ингелии Да, из Инглии Да Вот так вот вы можете наблюдать Так, вот здесь бродит сыр Прям под солнцем Да Вот такие вот Не видно сейчас вот эти беленькие такие батончики Очень интересно, мы заметили, что здесь стоят столбы Вот видите, там, короче, палка Идет вот дороги палка и с нее столб У меня их как бы сейчас снять-то сутка Да, как будто бы перевернутый буквы Г Но там вот не видно Сейчас уже закончится эта тема Посмотрите, вот О, видите, палка И на ней столб То есть он как бы на весу стоит Это фонарные столбы Вот они вот Оп Не знаю, в чем фич так делать Но, видимо, в чем-то и есть О, снова Америка А еще мы резко затормозили Да, конечно Там какие-то Засвязь на Кристалл Еще там На Кристалл Что там Что такое Заговор Это все защита от троллей Почти 100 километров от Калининграда Дорога, кстати Дорога Да Оп Поменялась на другую Не менее ровную Тут такие участки прикольные На самом деле Как-нибудь сниму Оп Опять черненькая Что там Здесь Мы заехали в Советск. Поначалу тут было красиво. Нет, поначалу там были пятиэтажки стрёмные, советские. А потом стало хорошо. А вон я вижу инопланетяне, наверное, сидит отдыхает огромный. На магазине Виктория высадился там пацан. Все, мы в Советске. Это русский город на немецком территории. Короче, мы сейчас пойдем на рынок искать стрёминг. Мы посмотрели развалины замка какой-то там Генрид, Генрид, Насрид. Они, короче, находятся в городе Неман. Это 11 километров отсюда, мы туда не успеем уже съездить. Ну, мы туда доехать успеем, а обратно доехать не успеем. Последний автобус 8. Если ты ничего не понял, то ты ничего не понял. Но, 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 но. Тут находится мост королевы Луизы. Одно из самых охуительнейших мест вообще этой области. И, ну, по фоткам, это просто сперма. Увидите, обоссытись. Это какая-то госпиталь. Что говоришь, я? Я говорю про то, что нам надо, все, короче, люди с Аптика вышли в авто, вот, вот это, как он там, авто, что-то там. Но. Наверное, поэтому там не вышли все, потому что там Аптик в Неман идет, чтобы попасть на замок. Да, хуй знает. Но в любом случае мы этого не знаем. Ехать 11 километров туда, там ходить, гулять потом 11 километров обратно. А обратный автобус только в 8 вечера. То есть у нас здесь всего 4 часа, даже меньше, 3 часа, потому что надо сюда еще успеть прийти в автобус здесь, получается. Так что мы слишком поздно приехали. На Неман? В Неман, в Неман, в Неман, значит, будем, съездим еще раз. Ничего страшного. Мы видели такое, примерно, здание в Балтийске. Yes. Не знаем, что это. Надписей никаких нет, есть огромные двери. Красивое здание. This is a way in a chest. Сколько окон вы хотите в этом доме? Ответ был да. Раз красиво. Два красиво. Там еще фонтанчик, должен быть три красиво. Сейчас подойдем, посмотрим. И лев такой, типа. Мы спросили бас-драйвера, то есть мы спросили американского водителя, ой, американского, водителя автобуса. Вот, он сказал им, что получается рынок находится this way, туда, то есть в той стороне, через сквер. Вот так вот хуярим. О, это из танк. Что за танк, не знаю. Наверное, как обычно, везде ставят один, тот же Т-34. Наверное, это он. Это сквер в городе Советск. Это Ян. Он только что съел сухарики. Хрустим багет. Как? Розбив. Хорошо понравилось? Да, вкусно. Хорошая вещь? Да. Точно? Да, рекомендую. Рекомендуешь? По акции. Ну-ка, убери-ка, убери-ка руку. Он как рекомендуешь, да? Да. Поел нахуй сухариком, блядь. Мы спрашивали у людей про рынок. Они сказали, что вот это рынок. Евроспар. Не знаю, может они шутили, или мы что-то не понимаем, но видимо вот это вот рынок в Советске. А что тут такая вот прикольная, как и везде в Калининграде. Ну, не везде, но по области везде вот такая вот брусчатка, или как эта хуйня называется, не знаю. Прикольно, интересно. Короче, мы заходим сюда в поисках, все, уж стрёменько. Пришли на рынок. Тут уже все закрыто. Время 3 часа дня. Ну, 4. Все. Рынок пустой весь. Мясо арти. Блядь. Ну, ладно. А что тут мебель есть? Вот мы, короче, пришли. Вот. А вот это вот, Литва. Вот. Вот это Литва. Все. А это какой-то пограничный хуй плавает. А там какие-то девочки сидят. Кайфуют. Вот Литва. Вот я на нее смотрю. А вон там тут мост, на который мы идем. Но, блядь, на картинках он был, конечно, красивее. Ну, может, она правда красивее. Тут какая-то срань. Это нарисовано, что это набережная. Вот. Вот это. Набережная, блядь. Вот это набережная. Внимание. Вот. У меня точно такие же ощущения от набережной. О, и даже облака, в смысле, как на картинке. Ты посмотри. А это Литва, пацаны. Там и пацанессы. Там домики всякие хуйомики красивенькие. Это железнодорожный мост. О, крейсер. Нихуя не крейсер. Лодка, ебать. Ну, а со стороны Русни тут что? Тут какой-то кафешка. Но там рынок. Ну, и что-то разъебанное, как обычно. Гаражи какие-то, блядь. Российская граница, как всегда, выглядит уебищно. Мусорка. Сратая набережная. Которую даже набережной не назовешь. Ну, а у Литвы там просто деревушка. Пиздец. Никогда бы не подумал, что увижу границу, блядь, России. Слышь, Ян, все. О, тут кончается граница России, блядь. Все, она начинается уже Европа, блядь. Все, залупа эта кончается нахуй. Все, блядь. Где-то вот по центру реки примерно кончается граница. Все, как ощущения? Это какой-то амбар. Это просто очень большой пень. Очень большой, блядь. Ну, не, не хватит. А вхвата рук не хватит даже. Пиздец он огромный, блядь. И его спилили. Это, в смысле, вот здесь вот торчала вот такая вот дудка. Вот ее можно обнять. Да. А его, не, не. Он очень большой. Ничего, нет рядом. Его, может, просто привезли сюда, типа, может, он не это. Вряд ли он здесь рост, Ян, да, скорее. Хотя, вроде нет. Ну, он пиздец какой большой. А вот там, повторюсь, Литва. Вон она. Вон там видно. Здесь вот кончается где-то область влияния пыни. И начинается Евросоюз. Там вон уже едет европейская тачка какая-то. Где-то тут гуляет европейская корова. То есть там кто-то уже разговаривает на, не знаю, на латвийском языке. Есть такое? Наверное. Ну, все, там, получается, все. Новая страна, новые законы, Европа. Вот она. Я смотрел вашу Европу. Евросоюз. А тут вот, да, вот, вот Россия. Здорово, блядь. Вот, это Россия, нахуй. Все, блядь, все в очке, как обычно. Даже на границе, нахуй. Чуть камни здесь раскидались. Обязательно флаг России. Обязательно, вон, огромный, сука, флаг России. Типа, хаха, литва, хуй, засеки, блядь. Камень красиво. Это граница, сука, с Латвией. Я не шучу, блядь. Серьезно, я не шучу. Блядь, граница, нахуй, с... А, с Литвой. Граница с Литвой. Вот. Вон деревья, вон, вот Литва. Вон там Литва. Там Евросоюз. Вон там домики литовские, все хорошо. Здесь Россия, вот. Мы, блядь, таверну нашли. Замаскированную под какой-то обычный дом. Вон там дверь. По-любому тут был на второй этаж подъем. Здесь были номера, которые в таверне сдавались на ночь. А внутри бухали все. Но это сто процентов таверна, блядь. Приграничная таверна. Приграничная таверна, да. Мы, короче, хотим вот на тот мост. Это мост королевы Луизы. Но, походу, хуй мы попадем, потому что здесь везде граница, что-то тоси-боси. Походу, нас сейчас туда не пустят просто и все. Ну, в любом случае, мы это узнаем и расскажем, покажем. Мы нашли очень жирного кота. Слушай, он прям... Он же даже сидит как человек. О, Вася встал, пришел. Здорово, харя. Смотри, какая он бочка. Какой ты толстый. Блядь. Он же просто круглый, блядь. Блядь. Ну, он... Все, не надо ему, не нравится, жирный. Ну, и что тебе надо? Казанина. Что, жрать хочешь? Нечего. Нечего хавать. Могу только за пузо тебя подержать. Просто бочка, блядь. Короче, на мост нас не пустили. Нам сказали, что вы, короче, типа русский идите нахуй. У вас должен быть загранпаспорт, либо еще там что-то, либо какие-то документы, разрешающие всю эту золопу. Мы хотели пройти как-то здесь. Но здесь тоже все загорожено. Но это можно сделать с набережной, потому что люди вон гуляют там. Попробуем сейчас спуститься вниз и под мостом... Ну, это мост королевы Луизы. Одна из самых важных достопримечательностей Советска. Мост, конечно, отреставрирован. И как обычно, ну, отреставрирован просто уебично, просто вот на красивые такие вот каменные опоры. Железку какую-то ебучую поместили и все. И теперь сделали пунктам досмотра границы. А это Литва. Да, это Литва. А это Россия. Да, вот. Вот сразу вот. То есть Литва видит на границе вот это. Ну, и как бы она не ошибается. Да, и она ни в чем не ошибается. Вся Россия. А там Литва. Да, а тут я. А там рыбаки. И дядька что-то делает. Я нахожусь под мостом. Королева Луиз. Видите, на мосте, оказывается, есть какие-то домики тут или что-то. Типа там сражена начала. Средневековья их еще чуть-чуть. Ну, вон там идет портрет, скорее всего. Да. Можно поразглядывать. Вот это вот тут кончается власть Пыни. Я уже не устану это повторять. Так что он мне всевластный, друзья. Ну, какая-то по-моему. Здесь граница, нахуй. Вот рядом с этим историческим памятником. Они, блядь, поставили три девятиэтажки. Конченые просто. Я в ахуе. Это просто конченые люди. Это что, блядь? Это что? Тут граница, нахуй, с Литвой. Ебаный в рот. Это историческое, очень красивый мост, здание. Пиздец, сделайте, вы нормально, благороднее. Три девятиэтажки. Ой, три девятиэтажки. Въебем и заебите. Негодую. Ян. Им похуй. Они не испы... Это же роботы. И что? Зачем ставить красивые здания? Мы гордимся нашим говном. А вон флаги. Вот они. Евросоюза или Твы. А вот сидит биохазард. Россия. Это Россия, да. А там какая-то черная башня. Давай разговаривать тихо, чтобы не увидеть пограничников. А вот там курилка. Короче, мы просто хотим найти место, где можно пописать. И изобрели на ход в какую-то... В какую-то чащу. Но мы все еще на границе России. Тут одна колючая проволока превратилась в две уже, нахуй. Да, здесь машины стоят. Вот здесь стоят чат служебной тачки. Ага, литовская. Ну, короче, да. Мы хотим сделать небольшой писем-писем. Поэтому, да. Это будет за кадром. Ха-ха. Мы пописали. Своими красивыми письмами. И нашли заброшку. Заброшенное здание на границе с... На границе России. Ну, что-то мы решили, короче, не мельтешить и попробовать в нее залезть, посмотреть, что тут. Что тут есть? Что тут ползает? Надеюсь, тут никакие змей нас не покусают. Пауэрбэнк у меня есть. Зарядка у меня есть. Выглядит как просто большое и очень пустое здание. Ну, здесь был Вася, Дима, Валя. Всем, кто будет здесь. Солнышко. Привет. Всем, кто будет здесь. Солнышко, что-то привет. Ну. Ничего. Лестница висит, вот. Блядь. Невысоко. Это просто висит лестница. Ну, сейчас это что-то интересное будет. Немного о том, как находятся пасхалки в играх. Зашел ты в захолустье какое-то. Что-то там ходишь, ищешь. Там какая-то у тебя башня, короче, понял. Вот, а потом такой под ноги смотришь, а тут... Опа. Пасхалочка. Пасхалка найдена. Это Литва. А это водный буль. Вон там. Мы там были, там что-то интересного, кроме огромного количества шприцов и какой-то бичовской надслежки. А сейчас мы просто в обычном русском дворике. Чисто самый стандартный двор, ничем не отличающийся от нашего захолустья в Сибири. Все они сделаны по какому-то шаблону. То есть это, видимо, был разработан шаблону. Не важно, где европейская, не европейская, просто выходишь ты в ангарские и все. Ну, вообще. Только вот эти штуки какие-то интересные, разве что. Сушилки вот эти. У нас они другие. У нас они попроще. Да. Море, велодорожка. Все такое красивое. Но не забываем, где мы. Правильно, мы в России. Но красиво. Что скажешь? Красиво, член. Вот это пассажир, конечно, плывет, кайфует. Что? Доброго дня. Написано на этой залупе. Я не знаю, что это. Ну, это очень сильно похоже на маленькую церковь, которая просто стоит в пругу. Мы подошли поближе. Ну, это определенно какая-то церковь. И там утки. Ждем свадьбы. Ну, собственно, вот и весь Советск. Пятиэтажек мало. Ну, есть вот, типа, вот такие вот стоят. Непонятный такой харидок. Ян говорит, что он похож на Чебаркуль. Это город с его армией. А вот есть шаверма на углях. Возьмем шаверму на углях? Лапка бахнула. Маленькая? Пиши, спросим. А у нас такой тоже есть. Зашли с Яном в шаверму. Он там где-то далеко. Вон там где-то киоска шаверной стоит. Купили там была шаурма на углях. С сыром, да. 160 рублей всего стоит. Ну, весится и довольно большая. Вот. Вот такой там размерчик. Да, вот он размерчик. Там сантиметров 20, наверное, она есть. Точно 22. Для нее. Ну, короче, да. Сейчас будем пробовать. Сначала попробуем, потом снимем видео. Вот это злодей. Сейчас, сейчас, сейчас. Пойдет атаковать опять. О. Вот это он. Охранник, еб... Рубрики кулинарные. Разъеб не будет. Шаверма оказалась хорошей. За 160. Ну, правда, сыра я мне вообще не почувствовал. От слова совсем. Да. Да его даже нету. Его, скорее всего, забыли положить. Вот. Потому что повар пришел только потом. Через некоторое время. Как мы заказали. Сыра нет. Это обидно. А ты что тут прибежал? Ну, блядь. Хавать хочет. Ну, вот. Мясо реально на углях. Это удивительно. То есть, не знаю, как они это делают. Но мясо там приготовлено на углях. Она без сыра стоит 140 рублей. Будем оценить ее как 140 рублей. За 140 рублей это лучшая, блядь, шавурма, которую я ел. Дешевая, вкусная, здоровая. Ну, прям все супер. Все замечательно. Все хорошо. Ты что скажешь? Такая я довольна. Но нет тебя. Это я раскрою. Но за 140 рублей на углях мясо. Это кайф. Да. Вкусно. Ты что, хочешь шавурму? Она же из тебя сделана. Ты что, каннибал? Кормим собак на границе с Россией. А вот он только мясо. Курицу он хавает. Нормально. Овощи не хочет. Дай мой бочка какая, блядь. Лапки тонкие, блядь. А еще у него клыки так смешно торчат. Сейчас он роз закроет. Я такой типа, да, я орк. Я орк. Ор. Да. Все, тефтеля. Мы поели. Вон Ян сейчас последний кусок доест. Шаухи. Шарма отличная. Ты ничего не ожидаешь за 140 рублей. А этот все съела. Но мы его тут мясом еще поподкармливали. Ну и рожа же у тебя. Но толстый, толстый прям. Все. Мы все съели. Может быть свободен. Мы тебя покормили, Вася. Нормально покормили, ты с нами похаловала. У тебя вон там хозяйки сидят. Дешевные. Пользуешься добротой сибирских парней, да? Эээ, все. Лаваш. Бочка, блядь, какая. Это вот моя рука по сравнению с ним. О. Испугалась. Не пугайся. Все, давай, пока. Ну все, мы, короче, похаловали. Руки помыли, фонтанчики тут. Сейчас будем двигаться. Либо в сторону автобуса, либо еще чуть-чуть погуляем. Все как настроение. Плюс 10. Миглинка. Миглинка, а ми Никита. И циян. Чуть-чуть серьезный. Какая-то скульптура получаться. Не знаю, что такое. Что-то европейское. Опять же, такое русские не делают. Это все делают не русские люди. Русские люди делают только танки, оружие и пятиэтажки. Хотя пятиэтажки тоже оружие. Тестный. Мы прочитали. Это памятник королеве Луизе. Это про тот мозг, который мы показывали. Чем она его заслужила, непонятно. Может, тоже прочитаем. А может, вы уже знаете. Здоровые у нее руки какие, смотри. Дельный поклон, да, архитекторам. Руки у нее, конечно, пиздец мужицкие. Мы себе, ну, уже посмотрели. Там бицуха просто как шея, нахуй, у нее. Она прям такой бычара. Но вот рука вот эта, которая ветку держит. Просто вот пальцы. Даже вены какие-то просвечивали, понял? Накоточку смотри у нее. Да, да, да. Я охуеваю. Вот этот вот узелок на платье. Такое ощущение, что просто, типа, взяли, ну, фигуру. Бетонную, блядь, мраморную. Обернули ее в парус. А это, блядь, все из бетона вырезано. Ой, из мрамора. Пиздец, как они это делали, охуеть. Лицо какое, пропорции, все. Ну, хули, королева, я бы. Попробую ее хуево сделай. Ничего себе, блядь. Да я взялся за эту работу, наверное, тот, кто реально мог это сделать. Нашли что-то прикольное. А, это просто какой-то концертный зал тут строят. Kill sit. Там футбол катают. Тут есть липа, дерево, который высадил сам Наполеон. Где-то вон там. Хотим посмотреть. Мы снова в каких-то ебенях ходим, шаримся, не понимаешь. Лисы, лисы, лиса какие-то. Там кто-то опять футбол играет. Ян там писает, стоит. Козел обсывает, нахуй, дерево. Сорокалетний, да, на земле. Не нашли мы липу с этого Наполеона. Так что, блядь, не знаем где, она нигде не помечена. Как найти липу среди кучи лип? Или это не липа? И, короче, отстань, что ты меня закопал? Здесь какое-то огромное-огромное дерево, оно не похоже ни на дно в парке. Вот, ну сейчас так сделаю. Может быть, это и есть липа Наполеона. Хуй знает. На ней ничего не описано, к сожалению. На ней ничего не написано, к сожалению. На ней ничего не описано, к сожалению. В любом случае, попинять, попинать, послушать по не надо. Потому что, вполне возможно, что мы, что это и правда липа, которую садил Наполеон. Эй, француз, бля, эй. Нормально выросла. Что, не крякаем, я не понял. Может, предупреждает? Ты, может, старая. Что здесь пламываем? Ну, что, похуй? Что-то живет там. Фу, ну и воняет же здесь, да? Может, уже отойдешь. Ну, не мешай ей, утка, отойди. Что сказать, мы уже на автовокзале Собьетска. И хуевые новости. Мы поедем в том же самом автобусе. Потому что у них всего 4 автобуса на весь Собьетска, в которых есть кондиционер. 4 всего. Вот этот есть на 19.30. Мы сейчас на него поедем. Он без кондиционера. А который на 8, он последний. Это вообще маленький автобус на 29 мест. Хуево, что, будем опять потеть, видимо. Надеюсь, без ебнутых бумаж, которые будут окна закрывать. Блядь, надеюсь. Там холодно. Вот такие вот глаза. А вот вы не поверите, здесь все окна запотевшие. Просто все. Вот как зимой. Это пиздец. И она ждет что-то невероятное. Я не шучу. И ни одного бокового окна. Ни одного. Ни с этой стороны, ни с этой. Вообще. Там единственное, опять, наше спасение, это люк. Мы едем обратно в Калининград. Ну что, Ян, как тебе советское? Ну, прикольный, уютный, маленький город. В целом, прикольно уютно, но это не курортный город. Не такой, как Светлоборск, не такой, как Зеленоградск. Это там симпатичный город. Дорога до него прикольная. Он в краю в таком прикольном находится. Тут все такое солнечное, светлое, зеленое. Прям всего так много. Эй, Литва, граница твое. Да Европа, так сказать, чуть-чуть. Да. Сейчас придем домой, будем смотреть аниме. Как говорит Киши Варуха. Тут очень много аистов. Я не вру, я говорю, пап, они бьют гнезда себе на вот этих вот столбах. И я уже столько раз их пропустил, я не успел снять. Сейчас буду просто вылавливать, пытаться снять для вас аисты. Гнезда они огромные, конечно, бьют. Ну, сейчас, я думаю, поймаем точно. По-любому сейчас где-то должны быть тут. Да, ну, хотя нет, здесь поле. Да не в деревушках в основном сидят. Сейчас, сейчас, по-любому поймаем. И снова закрыли нам люк, короче, чтобы мы тут умирали, нам похители. Просто пиздец. Ну, сейчас, если, короче, опять будем потеть, будет война, значит. Пиздец. Телефон. Телефон. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...